Друзья, это программа «Заморозил сэкономил». Из названия понятно, что я буду замораживать продукты, но сделаю это с умом. Я покажу, как грамотно пользоваться морозилкой, и для этого буду использовать морозильный шкаф. Моя задача подготовить к заморозке продукты на разных этапах их приготовления. Я буду заботиться о том, чтобы у меня ничего не пропало. Я сэкономлю свое время, так как сделаю заготовки и полуфабрикаты. Сегодня у меня морозильная камера европейского бренда «Скандилюкс», изготовленная на самом современном заводе в Турции. Объем камеры 307 литров. Подходит для запаса разнообразных продуктов для большой семьи. Обратите внимание, специальная технология защиты от холода обеспечивает работу камеры не только в отапливаемых, но и в неотапливаемых помещениях с температурой до минус 15 градусов Цельсия. Также есть система открытия двери на 90 градусов. Это значит, что прибор можно установить вплотную в углу помещения. Техника «Скандилюкс» сохраняет самое важное – комфорт вашей жизни. Сегодняшняя программа называется «Две курицы». Я сегодня возьму две курицы, целые тушки, и покажу, как из них можно кое-что приготовить и как рационально обходиться с этими самыми курицами. Значит, вот они, мои героини. Две курицы. Ну, вы знаете, куриц неплохо опалить, когда есть возможность. На газовой плите у меня, видите, электрическая. Ну, можно взять, например, горелку. Да, немножко ее пройтись по курице горелочкой, волоски опалить. Это всегда не мешает. Вот я сейчас так. Курица немножко так стягивается, становится такой компактной, больше похожей на такую деревенскую птичку, да. Я, соответственно, переверну. Вот так вот подмышками опалить. На крылышках часто волосики как раз бывают, да. Вот это я сейчас уберу. В районе гуски бывают волоски вот тут на коже. Ну, вот опалим. Значит, я сегодня буду делать два блюда из одного и того же фарша. Я сделаю фарш и сделаю соус быстрый. А и посмотрите, как я буду пытаться рационально работать с курицами. Ну, значит, я сейчас буду их полностью разделывать на мякоть. Вот я сейчас открываю грудку. Ну, и вот посмотрим, как можно рационально работать с целой тушкой курицы. Значит, вот я прорезал, да, сустав, где соединяется крылышко с курицей, с самой тушкой, да. Вот у меня, видите, одна грудка с крылышком. Кожа. Вторая грудка с крылышком уходит. Вот так все отрезаю сейчас я окорока. Ну, тут по суставам всегда легко понятно. Вот так я удалю гуску. Она там вкусненькая, конечно, все такое, но лучше удалю. Сейчас я большим ножом вот так вот разрежу каркас куриный. Пусть он пока вот здесь лежит. Значит, теперь отделю крылья. Крылышки, я вот их, кстати, крылышки заморожу, потому что они входят в мои планы. Ну, смотрите, здесь будет сколько? Вот только четыре кусочка крылышка сейчас будет у меня от этой курицы. Из другой вот это будут крылышки. Я их заморожу, подкоплю, а потом уже можно будет сделать какие-нибудь жареные барбекюшные крылышки, либо там в каком-нибудь соусе их глазировать. Значит, это два филе. Теперь я сниму мякоть с бедер и с окорочков. Кожа удаляется. Из нее можно шкварки вкусные сделать с лучком. Можно выплавить из нее жир, да, из кожи и жарить на нем хороший куриный жир для жарки, между прочим, может быть. Вот. А я сейчас просто мякоть сниму. Пусть жирок остается. Здесь, собственно, руки сами подсказывают, куда им двигаться. Мякоть бедра и снимаю мякоть с голени. Я сейчас сразу начну работать. Мне надо сделать быстрый соус сегодня для одного из блюд, а может быть и для двух блюд как раз. Сейчас вот посмотрим, что я имею в виду. Вот косточки. Я сейчас, смотрите, буду я косточки сейчас обжаривать. Беру сковородку. Пусть греется, а я тем временем буду обрабатывать пока вторую курицу. В общем-то, точно так же. Сковородка, наверное, уже нагрета. Я должен обжарить косточки эти самые. Я сейчас брошу вот немного кожи. Да, пусть немножко из нее вытапливается жирок. Буду жарить косточки. Вот такие. Сейчас кусочек каркаса положу. Вот так. Мне этого достаточно. Сейчас я еще кусочек лука дам. Дам несколько фрагментов лука. Пусть он на срезе полежит вот так. Ну и пока можно распределить по пакетикам то, что я буду замораживать. Смотрите, были крылышки. Вот они. Тут неплохо. Тут, ну, на двоих детей, либо на полтора взрослого спокойно будет крылышек. Крылышки. Я теперь заморожу косточки для будущего бульона. Хороший будет бульон. Посмотрите, сколько косточек вкусных. Козу я замораживать не стану. Я могу ее в ближайшее время использовать вот так. И часть мякоти я заморожу. Я сегодня сделаю два блюда из фарша. Я заморожу тоже для будущего фарша. Вот, допустим, две грудки, да, и немножко еще красной мякоти. Вот так. Вот это тоже пойдет в заморозку. А вот с этим я сейчас буду работать. Я сейчас это нарежу на куски и превращу в фарш. Я сегодня буду делать люля-кебабный фарш из курицы, но из этого фарша сделаю два блюда. Вот, жарятся у меня, видите, как косточки. Сейчас я вот так немножко их переверну. Ну, они обжариваются для вкуса. Вот еще немножко, и уже можно будет с этим работать. Значит, вода в сковородку. Просто вода, вот посмотрите. Сейчас, по сути, я прямо в сковородке буду варить куриный бульон. Из обжаренных косточек и из обжаренного лука. Беру мясорубку, и сейчас будет быстрый фарш. Лук. Прямо сюда. И я буду фарш принимать в дежу. Я буду фарш выбивать в деже. Этот фарш будет требовать некоторой возни. Поэтому я фарша сделаю больше, чтобы еще его заморозить на будущее, чтобы потом больше не возиться. Значит, будет вот так дежа. Сейчас я ее подпридержу. Вот так курица. И поехали. То есть вы обратили внимание, да, что у меня в фарше есть и белое мясо куриное, и красное куриное мясо. Вот посмотрите, то, что бульон уже булькает. Солить не буду. Знаете почему? Потому что я этот бульон буду потом выпаривать сильно. Положу соль, потом может оказаться, что база будет пересолена. Поэтому не солю. Я это всегда успею сделать. И сюда уже включается, да, миксер, машина, которая мне хорошенько будет отбивать фарш. Для кебабов это очень важно. Чтобы не делать это руками, можно это делать в машине. Либо фарш отбивать руками. Лопатка. Я добавлю туда в процессе выбивания фарша немного воды для будущей сочности. Вот так начинаю бить фарш. Холодная вода. Соль. И я люблю добавить, естественно, немного зиры. Да, растираю ее между пальцами при добавлении в фарш. Ну и немножко паприки можно положить сладкой. Просто, так сказать, для цвета. И я люблю еще бросить сюда немножко соуса шри рача. Азиатская штука. Ну, везде продается. Для характера. От соуса шри рача очень улучшается характер у любой курицы. Вот видите, достаточно активно сейчас машина лупасит эту курицу. Чтобы фарш приобрел такую клейкость. Вот это называется люля-кебабность. Вот так. Вот хороший клейкий фарш. Значит, я сейчас условно разделю фарш, сколько мне надо сейчас. И остаток я заморожу. Тогда уже в следующий раз не буду возиться ни с мясорубкой, ни с миксером, ни с чем. Значит, я сделаю два кебабчика. Вот это будет один кебабчик. Вот это будет второй кебабчик. И еще столько же. Я возьму два шарика. Я сделаю для еще одного блюда, которое я вам пока не продаю. Вот. Остальное тоже сейчас я отправлю прямо в пакет. И потом я все вместе запечатаю и подпишу, и в морозилку. Возьму силиконовую лопатку. И вот так буду попадать в стакан. Хороший ароматный фарш. Лучком отдает. Зира немножко уже просматривается. Вот так. Вот со стенок все соберу, чтобы было ничего не оставить. И вот так у меня лег сюда фарш. Значит, это еще один повод для заморозки. Все, машина свое дело сделала. Сделано. Я мог ее у соседей взять себе. Там набил фарша, да, и отдал соседям. Мне надо покупать. И полгода может к соседям не ходить. Значит, ну давайте с бульоном. Я думаю, что варить уже его достаточно. Все, что надо было, в основном здесь выварилось. Сейчас процедим. И я опять верну в эту же сковородку. И буду на более мощном нагреве выпаривать. Так. Сковородка. Пусть пока бульон выпаривается. Кебабы и все остальное я поджарю быстро. Поэтому давайте-ка теперь к процессу заготовки перейдем. Ну, с чего начнем? Ну, давайте с фарша. Пошел фарш. Сейчас возьму хороший фломастер. Для того, чтобы подписать. Сейчас я покажу, ну, один вполне естественный трюк, как сделать так, чтобы этот фарш быстрее замерз. Но мне больше интересно, что он быстрее разморозился. Да, я, видите, сейчас его вот так вот рукой перераспределю, чтобы он в пакете лежал плоско. Значит, я пишу, допустим, куриный, куриный кебаб. Да, дата, 21 век. Все, пока в сторонке. Ну, теперь это у меня что? Это у меня мякоть куриная. И грудка, и красное мясо, и белое мясо. Курочка была куплена сырой, свеженькой, поэтому один раз заморозишь, ну, ничего плохого не будет. Тем более, когда это в вакуумном пакете происходит. Так, опять. Свожу вот так ее. Значит, как мне здесь написать? Допустим, я напишу красное плюс белое. Курица. Курица, 21 век. То есть красное мясо плюс белое, сделано в 21 век. Такие косточки, бульонная история. Наварю супа потом, да. А вот тут мякоти я сниму много с этих костей уже. Тут точно на столичный салат, либо на версию оливье будет вот так. Поэтому я еще салат сделаю, после того, как сварю бульон. Либо это мясо я сниму руками и верну назад в тот суп, который я буду делать на базе вот такого куриного бульона. Ну что, куриные косточки. Это дата сегодняшняя. Третий пакет в мою копилку. И крылышки на двоих детей. Понимаете, так, несомненно, выгоднее работать с курицей. Так тебе дешевле будет, чем покупать отдельно грудку, там отдельно мякокорочков, там крылышки отдельно покупать. Ты купил целую тушку и посмотри, по всем направлениям ее, так сказать, разнес. И тогда гораздо выгоднее так жить. Вот, поэтому в морозильнике-то все равно у нас есть, верно? Ну, вот эта машинка совсем недорогая. Пакеты тоже. Крылья. Я даже не буду писать, чьи крылья. Понятно, что не кролика. 21 век. И это отправляется в морозильную камеру. И вот так вот с любовью заморожу все эти продукты. Моя рука чувствует неплохой вес в этих, между прочим, продуктах. Вот так. Ну вот, бульончик выпаривается у меня. И пока он выпаривается, я приготовлю салат. Этот салат, я называю тертый салат, он подходит и к кебабам, и ко второму блюду, которое я пока не продаю. Из капусты, огурца. Ну, помидор я не буду тереть. Но смешно, ребята, то, что я буду капусту белокочанную для салата не резать ножом, а натирать на терке. Вот в чем, почему он называется тертый. Вот обычная терка. И прямо на крупной терочке ее. зато удобно. Безопаснее, чем рубить ножом. Ну, вот эти ошметки я уже, конечно, ножом рубану сейчас, чтобы она, капустка не пропадала. Переложу капустку в миску, где я буду смешивать салат. Детки, мне кажется, больше даже любят такой тертый салат, чем обычный. Возьму два огурца. Я люблю убрать у них краешки. И даже люблю через раз почистить. Ну уж простите меня за это. Такие по длине здесь будут полоски, потому что я стараюсь огурчик натирать в одну сторону. Огурец. Вот еще немножко помидорчика. Я уже возьму сейчас и, естественно, тереть его не буду, потому что будет сока много. Я просто долечки помидора сюда еще интегрирую. Аккуратно потом буду перемешивать, чтобы не замять помидор, чтобы из него там не выходила так уж влага. Вот тут недочет один есть помидор, и его уберу. пока оставлю салат, потому что солить не буду, чтобы он сильно не потек, потому что продукты меленькие у меня, да, поэтому я его посолю и добавлю сахарку в последний момент. Потом еще позже немножко уксус, а в самый последний момент растительное масло. Естественно, как же салатик без масла-то, да? Значит, это есть. Ну что, давайте теперь я буду жарить кебабы. Значит, у меня есть грильная сковородка. Ну и я, пока сковородка нагревается, я могу нанести на грильную сковородку немного масла. Гриль вообще предполагает либо вообще отказаться от масла, либо минимум масла. И для того, чтобы я нанес действительно минимум масла на грильную сковородку, я воспользуюсь очень забавным и интересным маслом. Я сегодня буду готовить на рисовом масле торговой марки Тайр. Это стопроцентный натуральный продукт с большим содержанием природного антиоксиданта, который может поспособствовать снижению холестерина и помогает в работе сердечно-сосудистой системы. Оно не горит при жарке и не образует канцерогены. Более подробно узнать о полезных свойствах рисового масла и купить его можно на популярных маркетплейсах страны. Я же буду использовать масло в удобном спрей-баллоне. Удобно для тех, кто считает калории и заботится о своей фигуре. Вот так, видите? Слегка как раз хорошо. Все, разогрета сковородочка, потому что она грелась без масла. один кебабчик, второй. Вот сейчас кебабчик ложится на бочок. Я сейчас со всех сторон прогрею его хорошенько, да, и будет хороший у меня, уже так сказать, задел на первое блюдо. Салат у нас, кстати, будет гарниром ко всем блюдам. Ну что ж, ну давайте я уже вам расскажу, какое блюдо будет вторым. Из этого же фарша, универсальный фарш получается. Значит, я сейчас только поконтролирую еще кебабчики. Вот так. Ну, смотрите. Вот у меня, видите, лепешки. Это, хотите назвать это тортилья, хотите назвать это круглый лаваш, там, как у удара. Ведь в пакетике, потому что я купил, а потом в пакетик переложил, чтобы не высыхало. Одна, вторая. Я тоже два кебабчика, две лепешки сделаю. И посмотрите, я сейчас вот так вот воздух выдавлю и зип закрою. И как вы думаете, куда я отправлю эти лепешки? Да в морозилку. Лепешки прекрасно замораживаются, да, и с ними ничего не происходит. Поставлю только дату, потому что мне и так понятно, что это лепешки. Сегодня 21 век. И я чуть попозже уберу в морозилку. Я сейчас сковородочку уже вот так вот сдвину. Они потихонечку будут здесь у меня доходить. А я тем временем возьму еще одну сковородку. и брошу ее пока нагревать вот на то место, где у меня грелась сковородка для кебаба. Посмотрите, как выпивался бульон. И вот теперь я сюда ввожу, смотрите-ка, ребята, хороший шматочек сливочного масла. Он мне даст бархатистость и равномерно распределит вкус. И тогда у меня я сейчас его вот так вот, да, немножко вот так вот заведу. Еще чуть-чуть подпарю и уже по соли доведу до ума. Потому что, помните, я ничего не солил. Вот так. И я пока нагрев убираю под будущим соусом, пока все будет оставаться так, как есть. Вот кебабчики мои хороши. Я сейчас возьму их, смотрите-ка, вот так в фольгу. И оставлю, опять же, на грильной сковородке, чтобы они немножко прогрели, здесь внутри, потому что в них еще ощущается внутри сыринка. Вот так я сделаю. И небольшой нагрев под сковородкой. Пусть вот так они ждут своего часа. А вот, посмотрите, как загустел соус. Вот я сейчас его попробую, надо его довести до ума. Соль, кстати, соль немножко чувствуется откуда-то. Не знаю, откуда, но я вот так капельку добавлю. Вот простейший соус. Хороший вкус крепкого бульона. который, так сказать, размягчается этот вкус вот этой масляной эмульсии. Значит, мои лепешки. Ну, смотрите. Да, вот так. Я просто руки намочу. И вот, что я сделаю, ребята. Я распределяю куриный фарш люля-кебабного типа. Немножко, чтобы бортик оставался. Это, по сути, можно назвать, ну, в кавычках, конечно, таким открытым чебуреком. Как вы понимаете, я сейчас обжарю это на стороне фарша, а потом сложу пополам при подаче. Может быть, с другой стороны немножко погребу. У меня получится такой а-ля чебуречек, да. хорошее, быстрое блюдо. Дети это любят. Взрослые, поскольку любят детей, то они любят это тоже. Значит, я сейчас нагрею. Опять же возьму, да, чтобы не было так жирно, чтобы все это не плавало уже. Опять же возьму масло с пульверизатором и опять сделаю точно так же. Это тоже самое рисовое масло тайра. Значит, это я отправляю в морозильник, да, у меня в зипе лаваш на будущее, тортильи вот эти вот круглые, абсолютно удобно. Разморозил, никто никогда не понимает, что они были заморожены. Что хочешь с ними делать, я пока отправлю в морозильный шкаф. Напомню, что это морозильная камера европейского бренда Scandilux и пошли открытые чебуречки. Возьму тарелку сразу. Значит, салат. Давайте сейчас, пока суд доделал салат. Я в него уже могу добавить соль, сахарку, обязательно в сахарку. Уксус. Чтобы он сильно не тек, салатик мой. вот так. Я сейчас переверну лепеху. С этой стороны тоже немножко ее поджарю. Она может хотеть надуваться, но ее надо во время надувания проколоть. Вот, собственно, тут слой фарша тоненький, поэтому здесь все происходит быстро. и, видите, я согнул. Сейчас еще в таком согнутом положении, свернутом, еще немножко погрею с обеих сторон. Вот, посмотрите, как, да, неплохо срабатывает маслица. Здесь хороший колер у этого чебуречка быстрого, да, и я кладу его на тарелку. И давайте я еще немножко маслица возьму. Вот так. Опять вторая лепеха. пошла в сковородку. Вот вторая. Вторая чебурека, в смысле, да? Сгибаю. Немножко с обеих сторон сейчас потренируем все это. Вот так. И теперь можно второй лепешек положить. Сковородка мне нужна. Все выключается. И теперь салатец. Салат еще и не закончил. Я его подаю, но там еще будет некоторая финализация с этим салатом. То есть он еще не готов к подаче. кебабчики. Они прогрелись. Вот видите, как хорошо. Сок от кебабчиков я могу вернуть в соус к ним же. Вот так. Да, значит, вот кебабчики. они пойдут на эту тарелку. Вот так. Сейчас тоже салат. И опять же финализация салата. вам всем понравится эта финализация. Вот тут все просто и нехитро. Соус. Вот смотрите, соус как раз получился вкусный. Вот. Это соус. И теперь я иду за маслом. Это масло рисовое. Специальное масло для салата торговой марки Тайр. И вот посмотрите, как все будет красиво. Я сейчас буду вот так сделаю финализацию. Салат заблестит и обогадится маслицем. Я даже немножко пройдусь по лепешкам, потому что они тоже заблестят. И вот добавление масла в салат. Я даже могу каждому еще дать к столу это масло, чтобы каждый мог еще себе добавить масла в свой салат. А можно и побрызгать друг на друга, если захотите поиграться. Ну вот, друзья, я даже уже запутался, сколько сегодня продуктов я заморозил для облегчения своей будущей жизни на кухне. Давайте вспоминать. Куриные косточки, куриные крылышки, куриная мякоть, куриный фарш там был. И я еще ухитрился заморозить даже лепешки, потому что мне было много этого количества лепешек. Так что, как видите, замораживать это хорошо, это не страшно, это никак не влияет на качество продуктов, если это делать правильно и с умом. Так что мороз, это, несомненно, наш друг. А я, ваш друг, Лазерсон, прощаюсь с вами, до встречи на этой кухне.